Идея создания музея анимационного кино витала в воздухе, наверное, с момента появления самого анимационного кино. Ведь возможные экспонаты для такого музея появились уже во время съемок первого мультфильма. С тех пор было снято огромное количество мультипликационных фильмов, но лишь малая часть потенциальных экспонатов попадала в отдельные музеи. А совсем недавно ситуация изменилась. Ведь в Москве открылся специализированный музей, готовый принять не только все экспонаты, связанные с производством мультфильмов, но и всех желающих больше узнать об этом виде искусства. Музей анимационного кино. Создание анимационного фильма – процесс сложный, трудоемкий, длительный. Мало кто об этом знает, считая анимацию исключительно детским искусством. Музей получился наименее детским, хотя детская тема у нас тоже присутствует, и, конечно, мы до детей пытаемся донести тоже принципы создания анимационного фильма, то, как это делается. Но, тем не менее, почему-то получилось, наверное, больше на детей старшего возраста рассчитано, либо на взрослых, потому что мы открываем секреты создания анимационных фильмов, а все это довольно-таки непросто. Кстати, главный секрет анимации связан с историей ее возникновения. Считается, что первые попытки придать динамику статичному рисунку предпринимались еще в каменном веке. Об этом свидетельствуют рисунки первобытных людей на стенах пещер. Но для оживления картинки одной человеческой фантазии было мало. 1877 год – это официальная дата рождения анимационного кино. И связана она с появлением специализированной техники. Волшебный фонарь – это проекционный аппарат, который состоит из осветителя, объекта освещения и устройств, которые позволяют сфокусировать изображение на какой-то экран. На первых волшебных фонарях осветителями были свеча, фитиль какой-то или даже горящая лучина. Вот вы видите труба, через которую отводился дым или тепло. Пластинки, на которых рисовалось изображение, делались из стекла или из слюды. И одна за другой вставлялись в это место, через которое проходил поток света. Дальше волшебные фонари совершенствовались. Но совершенствовались только в плане изменения источников света. Вот здесь показаны волшебные фонарь с керосиновой лампой. Ну а дальше, по мере развития, осветителем служили электрические лампы. Создание анимационного фильма начинается со сценария. У мультипликационного сценария есть ряд отличительных особенностей. Главное из них в том, что мысли, чувства и переживания героев должны выражаться в их действиях и мимике. Сценарий затем должен быть обработан таким образом, чтобы он превратился в ряд сцен, которые позволяют создать уже сам фильм. Эта проработка называется режиссерским сценарием. В этом сценарии указываются отдельные сцены с точным описанием их содержания, указанием планов, времени. Дальше, значит, в дело вступает художник-постановщик, который должен разработать эскизы внешнего облика всех персонажей, участвующих в этом фильме. Разработка персонажа – это очень сложный процесс. Он должен быть ввязан со всеми героями, с основной идеей фильма. А вот это – примеры так называемой раскадровки режиссерского сценария, но выполненного уже не в литературной форме, а в картинках. Раскадровка – это фильм в статике, ведь на этих рисунках видна последовательность сцен, крупность и ракурсы персонажей в кадре. Подготовительный этап создания анимационного фильма окончен. Пора переходить к непосредственному производству. Ведь в студии звукозаписи уже давно началась работа со звуком к будущему мультфильму. Дальше создается музыка к фильму и записываются диалоги. Музыка, во-первых, создает определенные настроения, а во-вторых, позволяет понять, на какие такты должны быть разбиты сцены. А диалоги нужны для того, чтобы поработать дальше художником-мультипликатором мимику героев, персонажей и их соответствия тому образу, который был написан в сценарии. Вот здесь показана работа над фильмом «Белка и стрелка», в котором участвуют известные актеры. Почему известные актеры? Потому что голоса их узнаваемы. Они производят достаточно хорошее впечатление на зрителей и сами с удовольствием участвуют в этих воззвучивании фильмов. В подготовительный период производство рисованных и кукольных мультфильмов друг от друга практически не отличается. Но когда доходит до мультипликата, непосредственного процесса производства, технологии расходятся в разные стороны. Какой мультфильм изготовить сложнее, кукольный или рисованный, сказать сложно. Предлагаем судить об этом нашим зрителям. Мы расскажем о каждой технологии. Начнем, пожалуй, с рисованной анимации. Называется это «Шкала роста персонажей». Здесь художник показывает соотношение роста персонажей по отношению друг к другу. То есть если мальчик у нас маме по пояс, то ворона примерно по пояс мальчику. Это, кстати, то самое художественное преувеличение в мультипликации, которое очень часто используется. Для того, чтобы рисованный персонаж мог на экране двигаться, жить, совершать какие-то действия, художник-постановщик выполняет ряд рисунков. Как, например, вот это. Чтобы показать, как будет выглядеть персонаж в каких-то определенных моментах своей жизни. Пластика героя зависит напрямую от его характера. То есть если персонаж хитрый, маленький и злобный, скорее всего, он будет передвигаться мелкими шагами, и какая-то мимика у него будет соответствующая его характеру. Здесь вот как раз хорошо видно, что мышка у нас глуповата и вредновата. Также художник-постановщик разрабатывает артикуляцию персонажа. Это тоже серия рисунка, где показано, как выглядит герой при произношении тех или иных звуков. Например, звук А произносится с широко открытым ртом, согласный с закрытым ртом. Но все это художник-постановщик должен придумать для того, чтобы мультипликатор потом делал в каждой сцене одинаково. Потому что если он будет рисовать эти выражения лица по-разному, то персонаж будет уже совсем другой. Далее с персонажами работает художник-мультипликатор. Этот человек должен обладать не только талантом к рисованию, но и актерскими задатками. Ведь мимику и движение персонажей художник-мультипликатор сначала отрабатывает на себе, кривляясь перед зеркалом. И только потом делает рисунки на бумаге. Технический процесс оживления персонажа выглядит следующим образом. На таком специальном столе, который называется «Стол-просвет», кладется калька с первым изображением персонажа. Потом на него сверху накладывается чистое, и фактически повторяются те же самые линии, только со сдвигом. Потом кладется следующая калька, и делается все то же самое под задачу. И так далее у нас получается примерно 12 картинок в секунду. То есть человек должен нарисовать 12 изображений, чтобы мы увидели секунду на экране. И если посмотреть вот уже на эту кальку таким большим слоем, то можно увидеть, куда сдвинулся персонаж. Если посчитать, то для рисованного 13-минутного мультфильма необходимо 19 тысяч рисунков на каждого героя. И это только чистовых. Но вот, все рисунки сделаны, и работа подходит к завершению. Осталось лишь добавить цвета, и можно смотреть мультфильм. В настоящее время кальки с изображением персонажей сканируются, изображение переносится в компьютер, и уже дальнейшая художественная обработка производится с помощью компьютера. Либо это ровная заливка цветом, либо это еще какие-то более сложные художественные эффекты. Раньше же делалось совсем по-другому. Раньше заливка цветом производилась вручную. То есть существовала такая вот шкала, так называемая цветовая, где каждой краске присваивался свой номер. Это для удобства цеха заливки. И художник-постановщик вот таким вот образом, с помощью таких сложных схем, объяснял цеху заливки, в каком месте, каким цветом должно быть залит. И вручную, опять же, каждая фаза на целулоиде художниками заливалась. Раскрашивалась, то есть. Ну, ну хватит! Перестань кривляться! Мне плохо, воды! Для того, чтобы получить 7,5 минут рисованного мультипликата, уже в готовом варианте, в готовом виде, с озвучанием, с монтажем, группа человек в 20-25 должна трудиться около года. Что касается кукольного кино, то там гораздо сложнее, чем в рисованном, потому что там большое количество художников задействовано в этом процессе. И технологически он тоже очень длительный, потому что там что-то должно высохнуть, краска, пластики, что-то должно закрепиться, и нарушать технологии нельзя. Более того, в кукольном кино используются вот такие вот фрагменты декораций, где надо расписать краской вручную каждый листочек. Или вот, например, вот такая вот маленькая кукла. Это кукла-героиня анимационного фильма, у которой каждый пальчик, вот этот крохотный, он тоже двигается. То есть это какая тонкая, какая сложная работа. Производство каждой куклы занимает от трех недель до двух месяцев. Процесс этот многоступенчатый. Начинается он тоже с эскиза, к которому, правда, прилагается рабочий чертеж, где обозначены все суставчики куклы, а значит, задачи будущего персонажа. Далее мастер изготавливает вот такую конструкцию, или подобную этой, как раз по чертежу. Вот они, суставы работающие, которые художник обозначил на своей схеме. То есть вот, в принципе, скелет, металлический скелет у каждой игровой куклы есть вот такое вот внутри образование. Сейчас это, конечно, уже более изящные конструкции. Этому скелету уже лет, наверное, 20, но, тем не менее, сам принцип остался точно таким же. После того, как механический скелет куклы сделан, на него наращивается объем. Мышцами куклы могут стать разнообразные материалы. Поролон, синтепон, пластик, дерево. Выбор материала зависит лишь от фантазии художника. Затем куклу одевают. Оказывается, создать кукольную одежду не проще, чем саму куклу. Ведь одежда тоже работает в кадре. Например, развивается на ветру. Поэтому костюм куклы начинен незаметными проволочками, позволяющими создать эффект движения героя и погодные условия. Такая интересная вещь – это анимация лица куклы. То есть кукла же должна испытывать определенные эмоции вместе с своим персонажем. Для этого тоже изобретают разные варианты движения. То есть вот у нас персонажа должна двигаться челюсть, потому что он может улыбаться, как-то удивляться. У него челюсть на магнитике. Мы можем просто взять ее, снять, поставить на место и менять выражение лица. До такого, до такого. Удивиться. В общем, жить совершенно своей жизнью. Для того, чтобы у этой куклы поменять направление взгляда, используется такая вот иголочка. Ну, не совсем такая, но тем не менее. То есть для этого нужно вставить эту иголочку, глазное яблоко, просто повернуть его. Раз. Два. Вот он у нас уже тревожно смотрит в бок. Если ему еще такое вот обескураженное выражение лица сделать, то получится то, что нужно режиссеру. Методов анимации лица множество. Один из вариантов сделать мимику живой – сменные глаза, которые изображают несколько фас моргания персонажа. А полностью изменить выражение лица и настроение куклы помогают сменные головы. Кукольная анимация – это всегда поиски новых решений. Мы объясняем детям принцип покадровой съемки. Макет настоящий, игровой, он даже был использован при производстве анимационного фильма. И кукла, собственно, тоже демонстрирует принцип работы настоящей игровой куклы. Она даже по-настоящему пришпиливается к макету, довольно-таки жестоко, но тем не менее именно так работают аниматоры. Для того, чтобы кукле сделать шаг, нужно ее отделить от макета, одну ее ногу произвести это движение, опять зафиксировать, потом отделить эту ногу, произвести другое движение. И вот так вот, опять же, 12 кадров в секунду надо снять. А так мы показываем это так, что делаем небольшое движение, снимаем, фиксируем камеры. Делаем еще небольшое движение, фиксируем. Делаем еще небольшое движение, фиксируем. Таким образом, мы показываем детям, насколько сложный, трудоемкий и длительный процесс создания кукольного мультипликата. Пространство, в котором куклы будут жить, называется макетом-декорацией. Производство макетов тоже проходит в несколько этапов. Сначала эскиз, потом чертеж с указанием размеров каждого элемента декорации, а потом сборка макета. Размер макетов бывает разным, от совсем большого в 2 квадратных метра, до огромного в 40 квадратных метров. Выполняется непосредственно уже художественное оформление этих макетов из совершенно разных материалов. Сначала это вот такая деревянная конструкция, каркас, фанерка. Дальше накладывается пенопласт, набираются объемы с помощью монтажной пены, а потом уже все это художники доводят до нужного состояния с помощью красок, специальных паст, интересных довольно-таки составов, а также с помощью подручных средств. То есть это могут быть кусочки тряпочки, каких-то веников и даже крупа. То есть сначала эта крупа наклеивается просто на какой-то твердый каркас, потом все это красится и приобретает нужную фактуру. Появление компьютера отразилось и на многолетней истории анимационного кино. При этом не настолько, чтобы изменить технологии создания мультфильмов. Компьютер используется лишь для художественной обработки анимации, и то не всеми режиссерами. У компьютера есть противники, есть и сторонники. Но не стоит забывать, что это всего лишь инструмент, а во главе искусства анимации всегда был, есть и будет человеческий талант. Это макет из анимационного фильма «Гофманиады», который сейчас находится в производстве на киностудии «Союзмультфильм». Что касается технологий, с помощью которых был выполнен этот макет, они не новые, материалы все тоже не новые. Это как использовались много лет назад, те же самые пенопласт, опилки, краска и так далее. Также используются и сейчас. Единственное, что, конечно, разнообразие красок, их состав гораздо лучше, чем раньше. То есть они медленнее выцветают, лучше держатся, может быть, лучше ложатся. И художникам с этим работать гораздо интереснее. Ну и опять же, тот же компьютер, который сейчас сильно ругают, в данной ситуации помогает. Здесь мы видим речку, будущую речку. Сейчас не видно, что это речка. Но после того, как будет отснята эта сцена с куклами, все это в компьютере, та же самая речка у нас потечет. Сейчас это не делается. Раньше делалось с помощью целлоидной пленки, стекла, вот это имитация воды. Сейчас это делается с помощью компьютерных спецэффектов и, в принципе, довольно-таки органично. А-а-а, вот ты какой человеческий зверёныш! И какие у тебя новенькие глазки! Хорошие глаза! В прошлом году в прокат вышел полнометражный анимационный фильм Гарри Бардина под названием «Гадкий утёнок». При его производстве не использовались компьютерные технологии и современные тенденции. В «Гадком утёнке» даже имитация воды создавалась при помощи старых материалов – стекла и целлоидной пленки. Этот зал нашего музея предназначен для сменных экспозиций. То есть это персональные выставки выдающихся художников, режиссёров, аниматоров или просто интересные какие-то проекты тоже здесь могут быть. Выставки у нас здесь длятся от трёх недель до двух месяцев. Поэтому экспозиция постоянно меняется. Начать мы решили с Гарри Яковлевича Бардина, так как у него 11 сентября этого года был 70-летний юбилей. Ну и в принципе человек, который в российской анимации сделал, наверное, очень много. В анимации и для анимации режиссёр, который отличается от всех просто очень сильно. Он пришёл на киностудию «Союзмультфильма» в 1975 году. Пришёл на озвучание анимационного фильма, потому что изначально у него образование актёрское. Пришёл и остался. Написал сценарий к своему фильму и тут же стал режиссёром. В общем, довольно-таки успешно. И за это время он снял где-то около 15, наверное, картин. У него 5 премий «Ника» и «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля. Гарри Бардин постоянно экспериментирует с подручными материалами. В фильме «Вокрутасы» герои и декорации выполнены из проволоки. В мультфильме «Брак» Бардин использует верёвочный канат. В фильме «Конфликт» в роли главных героев и массовки выступают спички. А персонажи мультфильма «Адажо» сделаны из бумаги в технике оригами. Анимировать такие материалы – очень сложная работа. Даже в традиционных куклах Гарри Бардин использует нетрадиционный подход. Например, в фильме «Гадкий утёнок» куклы вроде бы из одного фильма, но все сделаны по-разному. Птички вот эти вот сделаны с использованием настоящих перьев. Я не знаю, сколько подушек пришлось распотрошить в съёмочной группе. Но, тем не менее, это всё настоящие живые перья. Сам «Гадкий утёнок» из пластилина. Глазки – это бусины обычные. А вот эта вот замечательная сложная собака, у которой видна даже мускульная конструкция под шкуркой, сделана помимо каркаса и других набивных материалов ещё из пластилина. И вот эта вот пластилиновая мускульная конструкция в фильме видно, как она анимируется. То есть там живой пластилин под собачьей шкуркой. Также «Лебедь», который у нас в финале «Триумфатор», тоже сделан довольно-таки сложно. Там сложная анимация, у него работает в полёте каждая пёрышко. Соответственно, чтобы эти пёрышки работали, в каждое перо встроена опять же шарнирная конструкция. То есть своеобразный сустав, имитация сустава, как у руки человека. В каждом пёрышке там вот по нескольку этих суставчиков. С момента открытия музея анимационного кино прошло всего несколько месяцев. Но музейная книга отзывов уже пестрит благодарностями. А это значит, с каждым днём всё больше и больше людей приобщается к миру анимационного кино.